Пинко 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 Наука штука хитрая, мозги прокипетишь Наука штука крепая, все зубы отберешь Хорош сидит во враге и ворочит железяки Вся жизнь твоя измеется, как только подберешь Тот самый Пинко 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 Тот самый Пинко Пинко Тот самый Пинко 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 Тот Тот Копатыч, ты давай прекращай тут тоску разводить Теперь что, заняться нечем? Нечем, огорода нет, ульев нет Укуси меня вакуум Значит, можно отдыхать, почитать что-нибудь, придумать себе хобби Не умею я отдыхать, не приучен Да вы, ребятки, за меня не переживайте Яблочко, хочешь? Чистенькое Нет, спасибо Вот и я не хочу Даже вредителей тут нет, чтобы от них запасы защищать Ладно, ежик, пойдем отсюда У меня от этого скрипа уже уши заложило Червивая? Вот попадись мне, уредитель А кто-нибудь знает, что стряслось с нашим Копатычем? То его не видно, не слышно, а то... С подземли достану Хоть не скрипит больше, уже хорошо Хе-хе Да шо ж такое, а? Опять шервивый Укуси меня, червяк Я уже и опылял, и ловушки ставил, все без толку Феноменально Он где-то здесь Прячется обжора Наверное, мы прихватили его еще с земли Когда собирали запасы Да хоть с Марса Лучше подскажи, как его, вредителя, найти? Насквозь-то я видеть не умею Насквозь? А ведь это идея Я думаю, увидеть вашего червяка нам поможет магнит Так ведь червяки, вроде того, не магнитятся Это только на первый взгляд Как я уже не раз вам рассказывал Мы все состоим из атомов А каждый атом из ядра, вокруг которого вращаются электроны Так вот, ядро каждого атома – это маленький магнитик Это шо ж получается? У нас внутри магнит в полно Отчего ж к нам железки не липнут? Из-за того, что наши ядра магнитики очень слабые И направлены в разные стороны Поэтому большинство веществ не обладает магнитными свойствами Но если поместить любое вещество в очень сильное магнитное поле То ядра атомов начнут выстраивать свои магнитики в одном направлении О, и чего? Тогда любое вещество станет магнитом? Не совсем Магнитики ядер не сразу выстроятся в затылок друг к другу А будут некоторое время качаться Как волчок перед падением Это вращение ядра называется прецессия Ага, одного не пойму Как нам эти волчки помогут червяка поймать? Сейчас все поймете Прелесть в том, что у каждого ядра своя частота прецессии А значит и у разных веществ она отличается У сахара своя прецессия ядер, у воды своя Получается, что если мы определим частоту прецессии ядер То сможем понять, сколько, например, в арбузе воды и сахара И уж точно сможем определить, есть ли внутри червяк Здорово, правда? Может, лучше Дустам его? Друг мой недоверчивый, давайте я вам еще раз все объясню Слышал? Они могут все узнать Это вряд ли Начинается процесс уменьшения Где сегодня высадится наш червяк-вредитель? Овощи, фрукты или цитрусовые? Давай овощи Я от этих фруктов уже чешусь Отлично! Пункт назначения – гигантская морковка Вот оно! Счастье! Значит, у каждой ерундовины частички внутри крутятся со своей чистотой Именно! А как же ты чистоту этих ядреных волчков определишь, ежели внутрь не залезешь? Очень просто, резонансом Чтобы измерить частоту прицессии ядер, нужно облучить атомы радиоволнами И менять частоту радиоволн, пока она не совпадет с частотой прицессии ядер Тогда возникнет резонанс А приборы зафиксируют этот момент Он называется ядерный магнитный резонанс При помощи ядерного магнитного резонанса можно узнать частоту прицессии и определить, что находится внутри Таким образом, можно посмотреть, как устроен практически любой предмет Значит, и фрукты, и овощи можно ядрёно-магнитно просветить Ядерно-магнитно, разумеется Так чего ж мы тогда ждём? Это устройство, которое поможет нам найти вашего червяка методом ядерного магнитного резонанса Оно создаёт очень мощное магнитное поле В десятки тысяч раз больше, чем у Земли Видите? Прибор слой за слоем просвечивает яблоко А потом складывает картинку в единое целое Этот прибор называется томограф От греческого слова томос, сечение Здорово! Давай ещё! Все! Это последний Пусто! Не сработал твой ядрёный резонанс Вот ведь хитрющий червяк попался Может, всё-таки дустам его? Подождите, возможно, мы что-то пропустили Так чего ж теперь? Ещё пять дней, а всё пересматривать! Давайте проверим хотя бы снимки червивых плодов Погодь, а можешь эту увеличить? Попался! Ишь какой жирный! В арбузе окопался Вредитель! Не уверен я, что всё это правильно Ты что? Мы же не просто так Ради Копаточа Отними у него нашего несуществующего вредителя И что ему останется? Тихо! Что это? Вроде оттуда звук Посмотрим? Может, не надо? Да что там может быть так... Куда он делся? Ребята, а вы тут чего делаете? Копартыч! А мы тут это... Червяка тебе поймали? Ага О чём вы только думали? А ведь я хотел на днях сварить яблочный компот А если бы вы были внутри? Ужас! Мы хотели как лучше Чтобы Копартыча было веселее Ну, теперь ему точно есть чем заняться А кто это у нас такой обжора, а? А это резонансик у нас такой обжора Хе-хе-хе-хе Лопай, лопай, хитрюга Надо будет тебе ещё кроватку справить Ядерный магнитный резонанс Был открыт американскими учёными Феликсом Блохом и Эдвардом Пурселом Их открытие вызвало такой резонанс Что в 1952 году они получили за него Нобелевские премии по физике Позднее американец Пол Лаутербур И англичанин Питер Мэнсфилд Разработали метод магнитно-резонансной томографии Позволяющий заглянуть внутрь Хоть фрукта, хоть человеческого тела За это в 2003 году Они получили Нобелевские премии В области садоводства То есть, простите, физиологии и медицины С днём рождения тебя! С днём рождения тебя! С днём рождения, резонансик! С днём рождения тебя! Резонансик? Резонансик! Скорее! Упал! Не двигается! Скорее! Ну-ка, где наш пациент? Вот! Это что, шутка? Да какие уж тут шутки! С утра как свалился, так и не встаёт! Ну, я же не ветеринар! Медведей там под лечить или баранов Одно дело, а это... Ну, я, конечно, попробую Я бы попросила без комментариев Дышите? Не дышите! Скажите... Ну, как он? Однозначный диагноз поставить не могу, но, похоже, это старость И где же я врача моложе-то найду? Я имела в виду твоего червяка! Да мой резонансик ещё хоть куда! Ему ж всего-ничего! А от чего мы вообще стареем? Ну, если в общих чертах возьмём для примера, да хоть бы и дом Дом? Дом! Вот что ты будешь делать, если он, так сказать, состарился? Ну, ежели по уму, тут капитальный ремонт требуется Все кирпичи менять придётся Вот! Наш организм такой же дом И состоит он из невообразимого количества малюсеньких таких кирпичиков, клеток Время от времени какой-нибудь из этих кирпичиков изнашивается и отваливается Так ведь и развалиться недолго Не бойся, не развалишься Как только старые клетки пропадают, соседние приступают к ремонту По-научному это называется деление клетки Деление происходит в несколько этапов В каждой клеточке есть ядро Такое маленькое, что в нём ничего и не разглядеть толком А, вон вроде и ниточки какие-то Это начался первый этап деления А ниточки — это хромосомы Хромосома — это такая гигантская молекула Ох, дай бог памяти Дезоксирибонуглеиновой кислоты Вот, или сокращённо ДНК В ней записано огромное количество нашей наследственной информации Меньше всего хромосом у муравья Всего две У человека двадцать три пары А больше всего хромосом у... У медведя, небось У папоротника Все эти хромосомы имеют свои копии Специально для деления На втором этапе хромосомы выстраиваются в цепочку А потом клетка вытягивается И каждая пара хромосом делится пополам Ап! И вот у нас уже две клетки со своими ядрами Внутри этих ядер каждая хромосома достраивает свою копию Для следующего деления И вот мы получили новую клеточку Вместо отвалившейся старой Ремонт, как говорится, закончен Остареем мы из-за того, что клеточки наши Перестают нормально делиться Вот и изнашиваются кирпичики-то Отчего же они делиться перестают? Пади знай! Надо бы мне освежить память В книжки заглянуть Отключаю Держи Приветствую тебя в этом чудном месте Рано или поздно сюда попадают все червяки Вернее, только самые лучшие Например, я Знаменитый червь Сомнения То, что ты обо мне не слышал Делает тебя только лучше Итак, что же у нас тут такого хорошего? Посмотри сам Не правда ли чудесное место Чтобы остаться здесь навсегда? А ну-ка Что такое? Как продвигается? Если мне не мешать То будет быстрее Просто резонансик Все никак в себя не приходит Пусть пока поспит Во сне все процессы замедляются А это нам на руку Полежит спокойненько Посмотрит свои Червячьи сны Браво, браво Ты прошел первое испытание Конечно, кому нужны такие банальности? Ведь перед тобой целый мир червивых возможностей Здесь можно обрести то, что душа пожелает И даже больше Как насчет нового тела? Да Принципиальной разницы, конечно, нет А ведь хочется попробовать что-то новенькое А? Волшебное ощущение Не правда ли? Что ж ты так подвелся, старичок? Нашла! Кто молодец? Саву не молодец Я тут нашла причину По которой наши клетки не могут делиться вечно Когда наши клетки делятся Это не проходит бесследно для хромосом Дело в том, что на концах каждой хромосомы Имеются защитные колпачки Которые называются теломерами Эти колпачки защищают хромосому От взаимодействия с другими молекулами Во время деления клетки И копирования хромосомы Ее теломеры понемногу укорачиваются Пока совсем не исчезнут После этого полноценное копирование Становится уже невозможным Клетки перестают обновляться И наш организм стареет безвозвратно Выходит, нужно только придумать Как удлинить эти теломеры Абсолютно точно! Резонансик, потерпи немного Скоро все будет Субтитры создавал DimaTorzok Эх, надо признать Эликсир вечной жизни у нас не получится Ты это, погодь сдаваться Мы еще не все попробовали, Вить Копатыч Такого рецепта нет даже в шароскопе А значит, его и не изобретут в ближайшие тысячу лет Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, разумеется, новое тело Это ведь такая малость Разве стоит ограничивать себя Такими глупостями? Ты можешь слиться с самой Вселенной И обрести вечную жизнь В виде массы или энергии Стой! Не ходи туда! Ты не знаешь, что тебя ждет! Может, там вообще ничего нет? Вернуться назад уже не получится! Слышишь? Не уходи! Резонансчик? Ну что, Копатыч, с прибавлением тебя! Нет, ну кто бы мог предположить, что твой червячок просто ждал потомства? Это ж что получается? Резонансик? Девочка? Не совсем Похоже, он размножается почкованием Окуси меня, червяк! Это кто у нас тут такие обжоры? Резонансик и теломерочка такие обжоры Лопайте, лопайте и не думайте болеть! Слышите? Вряд ли у них это получится Я тут внимательнее изучила клетки резонанса У него, оказывается, удивительная способность к регенерации Можно сказать, что его клетки могут делиться вечно О! Не исключено, что в генах этого червяка лежит ключ к бессмертию А вот беда, вот беда А всюду чудица и еда Ты прощай, моя фигура навсегда Что, Резонансик, голодал, небось? Ничего-ничо Сейчас мы тебе талию подправим Ух ты ж, забодай меня турбулентность Чего это было? О, Резонансик, не ушибся Сейчас все поправим Укуси меня, пчела Что со мной? Кто я теперь? Лосяш. Интересный побочный эффект. Это есть очень странно. Вы чего это тут опять налосяшили, а? Экспериментаторы. Надо же! Аномалия сработала не только в эпицентре. Я-я! Это случается из-за тендерной умножения гомология. Конечно же! Отсюда и симплециальное искажение среды. И если параметры... Да прекращайте даробарщину! Нормально объясните, что тут творится? Ха! Друг мой, все начиналось как безопасный эксперимент по изучению параллельных реальностей. Ну, теперь мы сами параллельны наша реальность. Никто нас не увидит и не услышает. Опыт можно остановить одним нажатием вот этой кнопки. Но сами видите. Да вы чего? У меня ж резонансик некормленный. Бесполезно. В своем нынешнем состоянии мы не можем влиять на материальные объекты. Рада! Вы только посмотри на это! Видимо, этот уникальный прибор из будущего способен контактировать с параллельными реальностями. Феноменально! Компрессия! Теперь мы можем написать весточка о помощь! Но кто же ее прочитает? Ведь мы тут совершенно... Резонансик! Как ты там, в нашей реальности-то? И накормить-то тебя некому. Резонансик! Ты меня слышишь? Удивительно, что ваш питомец остался в прежнем состоянии. Скорее всего, стеклянный аквариум сыграл роль защиты от излучения. О, этот червяк и есть наш спасатель! Надо только подать ему знак, чтобы он нажать на кнопку. А это ему не повредит? Не все так просто, друзья мои находчивые. Знак, очевидный для нас, может быть, совсем не понятен червяку. Вся наша культура, все человеческое общение построено на знаках. Когда мы слышим слово «жираф», то сразу представляем себе животное с пятнистой шкурой и очень длинной шеей. Слово «жираф» — знак, означающий это самое животное. Буква «ж», с которой начинается слово «жираф» — это тоже знак. И этот знак означает звук «ж». А когда автомобилист видит красный круг с белым прямоугольником посередине, он понимает, что этот знак «стоп» и туда ехать нельзя. Это тоже знак. Нас окружает феноменальное множество различных знаков и символов. Неудивительно, что существует и специальная наука, которая помогает в этих знаках разобраться. Она называется «семиотика», от греческого слова «семьем» — знак. Так вот, в «семиотике» принято разделять знаки на… Да чего тут рассусоливать с этими семи тетеньками? Я сейчас сам все резонансику напишу. Делов-то! Что ж, посмотрим, как у вас это получится. Значит так! Червячок ты мой ненаглядный! Помню тебя еще совсем крохой. Был ты всегда сообразителен и хитер, весь в меня. И не было для тебя задачи, чтоб не по плечу. Каждый раз вспоминаю о том случае с теплотою в сердце. Да, собственно, к чему это я? Чтобы быть нам снова у мести, нажми ты на эту кнопку окаянную. Уверен, задача тебе это по силам. Обнимаю твой гопаточек. Как же так, резонансик? Весьма предсказуемая реакция. И я могу объяснить, почему. Самый обширный класс знаков – это знаки-символы. Их значение – это результат договоренности какой-нибудь группы людей. Например, группа людей договорилась между собой, что вот этот знак означает звук «ж». А, например, этот знак означает цифру «пять». Наши слова – это тоже знаки-символы. При этом разные народы один и тот же предмет обозначают разными знаками-символами. То, что мы называем кошкой, англичанин назовет «кэт». Француз – «шан», а серп – «мачка». Тут уж кто как договорился. Даже числа могут выражаться по-разному. Например, число «пять» можно обозначить арабской цифрой, римской цифрой, сочетанием цифр в двоичном коде, пятью точками и еще множеством слов, означающих «пять» на разных языках. При этом сами по себе знаки-символы – не более чем обычные закорючки, которые не имеют природного смысла. Поэтому их значение недоступно для понимания животного, что мы лицезреем на примере вашего питомца. Ишь ты, как оно все непросто. Так что ж теперь делать-то? Я… Я все понимает. Нужен знак «немножечко более простоватый». Мы есть обречены. Мы-то ладно. А вот кто теперь резонансика покормит? Еще ничего не потеряно. Просто нам нужен знак «икона». Если меня не будут перебивать, я смогу, наконец, объяснить. Еще одна группа знаков – это знаки-индексы. Индекс означает «указатель». Знак «индекс» – это причина того, что он означает. Например, мы видим дым и понимаем, что где-то горит огонь. Дым – это индекс огня. Температура 38,5 или сыпь на коже – это индексы заболевания. «Стуг в дверь» – это индекс чего-то желания войти в комнату. Долгая болтовня – это индекс лосяша. Хорошо, хорошо. Я уже заканчиваю. Последний класс знаков – это знаки-иконы. Они чем-то похожи на свои объекты. И именно в силу этого сходства выполняют свою роль – означают. Иконки на рабочем столе компьютера – именно такие знаки. Например, знак «печать» похож на принтер, а знак «звук» похож на динамик. Но иногда эта связь между знаком и объектом начинает ослабляться. Знак «сохранить» в большинстве компьютерных программ изображает дискету – носитель для хранения информации, которым пользовались 10-15 лет назад. Нынешние дети уже не помнят, что это такое. Так знак «икона» постепенно превращается в знак «символ». И самый подходящий знак «икона» в данном случае будет… Давай, резонансик, еще чутка. Я-я, червячок, у тебя все получится. Друг вы наш ползучий, ну же, эссимеотика еще никого не подводила. Ура, 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 ура! Вперед, дорогой, не больше! Пошли, червячок, пожалуй, старт! Не останавливайтесь на достигнутом! Поднажмите! Внимание! Погрежденные системы стабилизации полета! Презадачи! Сработало! Действительно, сработало! Везалансик! Сейчас я тебя поймаю! Дай меня! Соскучился, небось, по Копаточу? А, то-то же! Все-таки, семиотика – великая наука. И в целом, довольно полезная. Я-я, семиотик – зер гуд. Я вот только понять не могу. Ежели мы этот широскоп могли трогать и двигать, то почему им на кнопку-то не нажали? Ага. Будем считать, что это тоже в какой-то мере был знак. Всем нам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!